Дамы и господа, всех приветствую. Очень ждал эту посылочку. Это бренд Topk. О нем вы уже знаете. Я полюбил немножко даже этот бренд. И увидел, что у них в магазине есть вот такие замечательные защитные стекла. Насколько они замечательные, мы это сегодня узнаем. Для Redmi Note 5. Этим телефоном пользуется моя мама, этим телефоном пользуется множество моих знакомых. И они спрашивают, какие стекла им купить. Естественно, я тестирую, смотрю, покупаю. Почему купил? Ну, во-первых, потому что цена соответствующая, очень хорошая. И был еще купон. Я смог доллар сэкономить. Вот, посмотрите, стоило все 4,63. Я купил за 3,63. Поэтому периодически, если кому-то интересно, заходите в магазин. Смотрите, если есть какие-то купоны, покупайте. У них и так все дешево. Так еще и с купонами вообще сказка. За два стекла с белой рамкой я отдал 3,63. Если стекла достойные, это просто подарок. Ну что, вскрываем, смотрим, какие они по качеству. И если стекла будут очень-очень гуд, буду такие заказывать всем своим знакомым, кто будет спрашивать, какие же стекла заказать. По упаковке, да, она именно такая, как они показывали в магазине. То есть, по фотографии. Очень красивая, премиальная. То есть, хотите сделать подарок своему близкому человеку, вот в такой упаковке это более чем шикарно. Те же кофели за такую упаковку просят за одно стекло около 4-5 долларов. А здесь два стекла. Ух, по прочности 9H. HD, это значит, оно чистое, прозрачное, без каких-либо защит дополнительных и так далее. То есть, по синему цвету у них здесь защиты нет. Хорошо влияет на глаза, то есть, не портит зрение, не портит картинку. И имеет хорошую олеофобку. Все запечатанное с завода. Ну что ж, очень-очень интересно. В общем-то, у топка очень мало защитных стекол. Один из вариантов это на Redmi Note 5. Здесь у нас есть дополнительный уплотнитель мягкий. Даже вот в таких мелочах, посмотрите, и то делают качественно. По плюсам это то, что нет жидкости в комплекте. Значит, не нужно будет дополнительно ничего лить. Сегодня возьму в руки телефон моей мамы и наклею это стекло ей. И будем делать выводы. Уже сейчас вижу, что со стеклом все в порядке. Очень ждал эту посылку, потому что, честно говоря, шла она довольно долго. Около месяца, либо полутора месяцев. Видно, что у стекла вот здесь есть косяк. Посмотрите. И причем это косяк не на пленке, а на самом стекле. Вот, посмотрите, это видно. Косяк какой-то. Что это такое? Что за брак? Вот поэтому я практически всегда покупаю два стекла сразу. Благодаря чудесам монтажа мы переносимся на несколько часов вперед. Ну что, приступаем к поклейке. Брендированная салфетка. По качеству неплохая. Не топовая, но лучше, чем у ноунеймов. Удалители пыли, тоже брендовые. Салфетка, которая удаляет жирный налет. Специальная спиртовая. Стекло кофели, которое здесь стояло ранее. Отчетливо видно по краям оно. Имеет недоклей. Увы. Отличное стекло, но вот эти моменты, конечно, разочаровывают. Спирт есть. Его более чем достаточно. Да, салфетка хороша. Так, ну, примерно по камерам выставил ровно. Да, оно здесь у нас не клеится. Оно клеится только по краям. Это как раз плюс этого стекла. Могли бы сделать вырезы все более четко. Ну, в любом случае, это если вглядываться. Если так смотреть на телефон, то все очень даже. Ну что, тот брак, который был, он так и остался на стекле. Видно, да? По олеофобке стекло отличное. Отпечатки смотрим. Отпечатки остаются чуть-чуть, но не критично. То есть, вот я оставляю, ну, совсем малость. И как они у нас вытираются? Легко. Буквально одно касание, одно действие. Давайте еще раз. Да, отлично вытираются. У стекла видно такую сетку, которая, ну, наверняка, найдена, чтобы стекло не теряло чувствительность. Потому что, когда нанесение идет только по, приклеивание идет только по краям, то чувствительность, как правило, у сенсора страдает. Здесь видно, что чуть-чуть стекло украло экран, но это мелочи жизни, потому что, на самом деле, стекло легло практически идеально. И, как мне кажется, найти такое стекло за такие деньги, это та еще морока. Слушайте, очень хорошая олеофобка. Чувствительность мне нравится, она не страдает. То есть, вот я в разных местах делаю свайпы, все работает корректно. То есть, супер. Само стекло не испортило, не исказило изображение. Все видно хорошо, яркость осталась четкой. То есть, у меня пока претензий к нему нет. Ну, кто хочет, чтобы стекло не вырывало часть экрана, то ищите. Стекла с хорошей олеофобкой, прочные, к тому же, вы можете не найти. Здесь видно следы проклея. Это должно уйти со временем. Вот так вот они выглядят. Это говорит о том, что чуть-чуть у них краска, вот это более прозрачная. Не совсем красиво смотрится, но я думаю, что со временем уйдет. Вот, потому что если вот так вот нажать, то вроде как оно исчезает. Но, в общем-то, посмотрим. Время покажет. Конечно, будет опыт использования этого стекла. Я его разобью потом. И сделаем определенные выводы. Но уже сейчас могу сказать, что если по основным критериям судить, то, наверное, где-то 9 баллов из 10 ему можно смело дать. Ваши мысли в комментариях, где заказывал, ссылка в описании. Всем спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!